Если ты понравился парню, делает ли это парни геем? Ну и ему же нравятся во мне не какие-то там мужские черты, типа... Голоса. Все время члены с головы вылетают. Ну это плохо, если вылетает. Ну не могу держать. Ладно, в общем, не важно. Все время забываешь. Всем привет! Привет, привет всем. Привет. В общем, сегодня у нас такой денечек домашний. Добрый вечер, Евгений, вы сегодня очаровательно выглядите. Спасибо. Занечка, чао. Привет, привет. Ставка на то, что у Мэда заболит жопу, уйдет в запой и снова придет отмена. Ничего страшного. Я справлю. Стрим 1080 рублей. Неожиданно, да? От меня такое видеть. Короче, я тут с макарошками. Вот. Привет, это какая-то модель наушников. Веди высыхательный знак наушники. Нет, без котлетки. Я проснулась сегодня дома и поняла, что есть абсолютно нечего. Вот, вообще нечего. Я нашла в закромах макароны и сварила их. Как-то я, не знаю, из-за постоянных стримов на улице я как-то перестала есть дома, наверное. Вот. Так, сегодня у меня в гостях... Сейчас я не знаю, все будет работать, да. Евгения, Евгения, добрый вечер. Или лучше гилтикусы, или как вообще обращаться. Просто недавно я, когда ВКонтакте предлагал этот стрим, я написал братишка и вызвал недовольство и обиду, поэтому не хочется как-то неправильно обратиться. Ты можешь Жене просто называть меня, если хочешь. Сейчас, секунду, я чуть-чуть потише сделаю. Так. Ну, я не обиделась, просто это было немножко странно с твоей стороны. Угу. Сейчас, секунду. Вадим сдонатил 300 рублей и выразил из Германии тебе свой респект. У него есть надежда на то, что в России тоже будут понимать любовь. Так, и еще один донат. Ну что ж, по поводу как раз Германии вопрос такой. Ты, я так понимаю, продолжаешь жить в России, не собираешься никуда переезжать, или как вообще дела обстоят? Ну да, я... Вот, в Москве переехала где-то месяцев 10 назад. Из Бурятии какой-то, я помню. Или из Башкирии что-то такое, да? Магнитогорск. Это... Это... Недалеко от Челябинска. Угу. То есть это, ну, какой-то... Раньше... Не самый такой, мне кажется, продвинутый город, да? То есть какая-то провинция такая с заводом каким-нибудь металлургическим, что-то такое, да? Ну да, да. Там половина города занимает завод, и жителей там 500 тысяч. В общем, раньше нас разделяло 2000 километров, а сейчас, ну, километров, я не знаю, там сколько, 20-15. Кого у вас? Не понял. А, или ты переехал? Нет, я... А, ты ко мне, типа, не, я женат, я не заинтересован. Понимаешь, просто... Я знаю, я знаю, я знаю. Я сразу, да, поставлю, как бы, здесь, ну, типа, как бы, когда там надо было свипать в Тиндере, я просто не знаю. Типа, к сожалению, нет, мое сердце занято. Вот, надо было пораньше, пораньше из Магнитогорска переезжать. Тогда бы, конечно, возможно, почему бы и нет, но сейчас... Так вот, давно ты из Магнитогорска-то, собственно говоря, в Талинцу? Да, вот, накопила немножко денег, да переехала 10 месяцев назад, где-то осенью прошлого года. А почему именно, ну, Москва, не Питер, или, может быть, даже не Европа, не зарубежье какое-нибудь? Ну, в Питере, не знаю, там какой-то депрессивный город, и плюс там, когда я убирал город для переезда, там как раз были, ну, знаешь, там всякие люди гуляют по парку и там находят всякие штуки, вот, находят других людей. Я подумал, что это как-то, не знаю, неподходящий город для жилья. Ничего не понял, но... А Магнитогорск, как вообще? Ты же, ну, скажем так, стала красивой девушкой, еще живя в Магнитогорске, я же правильно понимаю? Ну, да. Там, ну, как же вот эти суровые, там, челябинские мужики, ну, это же недалеко, я так понял, да? Там нет такого, что там какие-то тоже проблемы были? Да нет, у меня никогда никаких проблем не было, никто мне ни разу ничего не предъявил. Все нормально относятся. Вот, ну, просто все меня воспринимают как просто девушка со странным голосом. Ну, а непосредственно от людей там не бывает вопроса, там, типа, на тему голоса, там, типа, куришь, может, много или еще что-нибудь? Ну, да, есть такое, вот. Я там стараюсь всякие отмазки придумывать, типа, у меня ангина там, или курила, вот, или у меня там... Во время ангины. Да, да. Что-нибудь там с щитовидной железой, там, вот это, знаешь. Ну, а, собственно, я еще помню, когда первый раз приходил на стрим, большинство людей, соответственно, спрашивали на тему именно голоса, есть какие-то вообще, ну, типа, намерения как-то поменять, как это вообще делается, и, в принципе, может быть, уже есть какие-то наработки? Ты можешь как-то, ну, вот, ну, как будто у тебя нет ангина, что-нибудь сказать, к примеру. Ну, к сожалению, нет, я пока что не могу сказать, ну, просто я не хочу позориться. Да ладно, давай попробуй, ну, типа, такая примера небольшая, ну, ладно, ну, что, столько народ смотрит, где, если не сейчас? Сейчас. Наверняка, ну, круто будет, я считаю. Ну, я сгорю от стыда просто, я не хочу. Да ничего страшного, да всем иногда бывает стыдно, что так вот. Наверняка в твоем послуженном списке были вещи и более стыдные. Что ты имеешь в виду? Ну, что-нибудь, не знаю, просто, просто что-нибудь, вообще абсолютно что угодно. Не знаю, я не хочу, не хочу пока что. Пока, пока у меня голос мой женский еще не идеальный, я не хочу его осветить. Да, ну, я понял, но вот, например, если к тебе подходит знакомец там, ну, какой-нибудь дед, да, к примеру, на каком-нибудь празднике, ты ему отвечаешь своим вот этим голосом или, может быть, каким-то, ну, типа, другим? Мне, блин, ну, просто мне даже интересно. Так, ну, если ко мне подходит дед, ну, я стараюсь с шепотом разговаривать. Знаешь, шепот, он такой, как бы, гендерный. От деду. Нашептал. Да. Нашептал деду что-то. Да, да, да. Ну, вообще, вот эта ситуация, на самом деле, мы же не будем, наверное, да, скрывать ее от зрителей, многие видели ее, это был какой-то праздник, напомни, что за день был? День Победы, 9 мая. Все, понимаю. Сейчас, одну секунду, донат пришел, иногда буду... Нет, мы не в одной комнате, спасибо за 300 рублей. По поводу, в общем, этой ситуации, соответственно, она разлетелась по многим пабликам, там, по двочам, я даже где-то на ДТФ видел еще где-то. Не было какого-то стрема, то, что, ну, все это произошло на 9 мая, и дед был старый, то есть, как бы, ну, могли же какие-нибудь возбудиться, ну, ты понимаешь, о чем? Или лучше такие вещи, не абсолютно, ну, просто интересно, вот, ну, не стрёмно в таких ситуациях? Ну, вообще, знаешь, мне кажется, деду здесь стоило бояться гораздо больше, чем мне, потому что, во-первых... Тебе есть 18 вообще? Да, у меня есть 18, у меня вообще 28. Ну, так, и что стоило бояться деду? Расскажи, какая причина возможного страха для деда? Так, где там Донат? Я спрошу. Не, да я спрошу, Донат, ты пока на деде сконцентрируйся. Чего ему стоило опасаться? Ну, во-первых, я была в школьной форме. Да. Как бы, и это подозрительно, наверное, было бы, и когда к тебе подходит взрослый мужчина и целует, вот. Не, ну, слушай, я помню, что, когда я был школьником, и мы тоже были в школьной форме, к нам час на 9 мая дедов приводили, они рассказывали там всякое, ну, то есть... Целовали? Это нормально. Ну, такого не помню, не буду говорить, я не хочу тут на бутылку наговаривать себе, как бы. Тут вопрос именно был в том, что, ну, всё-таки ты вообще не задумывалась о возможных последствиях, о том, что кто-то вот из любителей традиционных ценностей возбудится, не в плане от всей этой ситуации возбудится, там, словит эрекцию, а именно его возмутит то, что дед, к примеру, да, возможно, там, слабо, ну, видящий или, там, понимающий ситуацию вдруг попал, ну, чуть не попал, ты сказала, что деду стоило бояться, то есть в тяжёлую ситуацию для себя. Ну, я думаю, переживать здесь не стоит, потому что я же ничего не пропагандирую. Да, как бы, ну, это можно, знаешь, сложно сказать, типа, то, что я ничего не пропагандирую, потому что, как бы, одно моё существование — это уже что-то такое прозрительное, вот. Вот, но я стараюсь выступать за какие-то традиционные ценности, как бы, вот. Стараюсь ещё... То есть ты с уважением отнеслась к этому деду и традиционно его, как бы, ну, поддержала в его поцелуях, там, вот этих всяких, ну, типа... Ну, давай так, он меня просто поцеловал и всё, я... А чем пахло от деда? Ну, типа, интересно просто. Не знаю, как-то я не сосредоточился в тот момент на его запахе. Хорошо, ладно. Давай тогда к вопросу, который сейчас задонатили. Я, на самом деле, не особо в теме, потому что я в последнее время твоими, там, проблемами занят и не особо слежу за новостями, но, насколько я понял, задонат приняли какой-то закон о запрете смены пола. Я, к сожалению, мне пришли... Ну, я не хочу сейчас гуглить, чтобы у меня картинка не слетела, поэтому я не особо... Ты в теме вот этого закона, там, или вообще какое-то отношение, там, к нему есть? Да, я в курсе, но, как бы, получается, сейчас ко мне это никакого отношения не имеет, вот, потому что я уже всё успел сделать, и все документы у меня женские уже давно, вот. Как бы, можно сказать, что меня этот закон не касается. Ну, и в дальнейшем ты не боишься. То есть я просто знаю, что многие, ну, в такой ситуации, они всё-таки предпочли покинуть территорию Российской Федерации. Не задумывалось об этом? Да нет, я люблю свою страну, зачем мне отсюда уезжать. А если вдруг повестка? Ну, я понимаю, что документы поменены, но, тем не менее, ну, то есть, насколько ты любишь, ты готова, там, грудью встать на защиту, там, и так далее. Получается так. Понимаешь, если тебе уже пришла повестка, то, как бы, у тебя выбора ровно, его нет выбора. Ну, почему можно там 30 тысяч рублей заплатить вроде, или что в этом роде, нет? А, да? Ну, тогда. Ну, то есть, тебя не через работодателя, конечно, там, какие-то, ну, и нюансы, я не знаю. Ты работаешь сейчас, где у тебя официально трудоустроено? Нет, я стримерша. То есть, ты полностью, как бы, сконцентрировалась именно на карьере стримерши, и вот сейчас твой основной доход от чего идёт вообще? Просто, когда мы в последний раз говорили, у тебя было немного зрителей, насколько я помню. Я не знаю, секрет это или нет, но у тебя были разные сайты с контентом, которые ты продавала дополнительно. Вот сейчас как распределяется доход? Ну, сейчас у меня основной доход, это мои зрители меня поддерживают донатами, и есть, ну, пара рекламодателей, вот. Вот, те сайты, которые там раньше были, они сейчас, ну, как, я там их не обновляю, и они не функционируют. Там ничего нет сейчас, вот. Понятно. А в целом, ну, вот, поддержка от зрителей, когда она ощутимая, там, есть какие-то вот топ-донатеры, знаешь, там, или какие-то вот у каждой девчонки просто на Твиче есть всегда какой-нибудь, там, основной папик, который максимально готов прогревать конкретную стримершу. Нет у тебя такого? Ну, наверное, есть. А ты хочешь его переманить себе? Или что? М? Не-не-не-не-не-не. Просто полюбопытствовать, как вообще бизнес идет, так сказать. Тут донат пришел, типа, ну, это такой, знаешь, просто вопрос. Сейчас, погоди. Так. Уважаемый, 300 рублей сдонатил, надеется, что поправишься, и, ну, гангина, там, вот это все пройдет. Все-таки болезнь горла, это серьезно. На самом деле, можно очень серьезно запустить гланды. Вот. А до этого был донат. Кто тебе кажется более симпатичным? Ну, я его перефразирую немного. Я или Юра Хованский? Ну, я не знаю, типа, мне кажется, мы оба красивы. Ну, вот вопрос, видимо, от человека, которому нужно какое-то окончательное решение этого вопроса от тебя. Ну, ты. Хорошо, спасибо. Спасибо за этот ответ. Но, в целом, так, на Твиче, вот, какие стримеры, в принципе, нравятся, помимо меня, естественно. Я слышал, с Дундуком какая-то там тема была, то есть, на одном из интервью ты заявила, что ты без ума от Таркова. Вот, как раз Дундук из Японии, набравшийся опыта, вернулся в Балашиху. То есть, не думаешь себе какого-нибудь вот мальчика-стримера, там, чтобы стримерская семья была? Я играл в Тарков часа три, наверное, всего, и с Дундуком я не знакома, вот. Это просто было, вот эта вот вся фигня про Тарков, это вырвано из контекста, и у меня знакомый играл в Тарков, не я. Там, вот то, что ты видел, там, нарезки какие-то, это всё просто перемонтировано, там, как-то криво, косо. Вот, это не про меня. Я не играл в Тарков, можно сказать. Так, ну, я помню, по-моему, ответ на этот вопрос, но, тем не менее, донаты залетают по поводу... Блин, как бы его задать-то так, чтобы это не звучало и пошло, и как-то... Насколько вообще откровенный вопрос? Если хочешь, можешь просто сказать, я не буду на это отвечать, там, или... Или я не задавай мне такие вопросы, чтобы я понял, я просто не знаю, где проходит эта грань, но, тем не менее, зашёл донат, вот, есть, знаешь, игра Baldur's Gate? И вот там можно выбирать между пенисом С и вульвой, когда создаёшь персонажа. Вот, в общем, в принципе, ты как, ну, собираешься по-прежнему оставлять, так сказать, первый вариант, или, может быть, ну, сейчас-то, я так понял, вообще операции эти запрещены, или что в этом роде, но, тем не менее, может, какие-то планы, там, в Европу поехать, или... Знаешь, я, как бы, предпочитаю дождаться, когда... Если будет возможно... Понимаешь, вот то, что сейчас есть, это, типа, операция по смене пола, там, вот это всё... Это мы, как бы, ну, не пропагандируем ничего, вот. Это всё, ну, меня не устраивает, это всё как-то просто, ну, как-то видоизменённое. Далеко от идеала, да? Да, это видоизменённое, просто непонятно что для меня, ну, лично для меня, вот. Мне бы хотелось иметь полнофункциональный орган, вот, и пока... Что прям полностью полнофункциональный, в том плане, что и с возможностью иметь детей, там, и так далее, или... Да, да, пока... Я не знаю, если это будет когда-нибудь в ближайшем будущем, то я бы воспользовался этой возможностью. Ну, а пока нет, ну, я буду жить вот так, как бы, сосисочная вечеринка будет продолжаться до тех пор. Ну, понятно, ну, да, я видел похожую тему на Ютьюбе, вот, часто в Related, я вчера упоминал, есть парень, у которого рук нет, и вот он рассказывал о пересадке рук, и там тоже результаты, ну, такие довольно-таки, не то чтобы не очень, но не впечатляющие, прямо скажем. И я видел тоже после вот этой пластики какие-то фотографии, ну, не знаю, конечно, для физического равновесия, наверное, норм, но не факт, что это и для здоровья хорошо, и вообще, в принципе... Да, я понимаю, но вот раз уж зашла речь о функциональных, о полной функциональности женского организма, в том числе, о возможности иметь детей. Опять-таки, у нас, естественно, ну, в России очевидно, это... Сейчас, секунду. Крепко из лаваша привет и воздушный поцелуйчик к тебе. Да, так вот, многие как раз там люди, изменившие пол, они... Так, сейчас, секунду, меня просто перебивают донатов. Я тебе не дам, кстати, ничего в плане денег. Да? Ну, ладно. Ну, я не рассчитываю. 777 рублей, короче. Я, кстати, был... Спасибо еще за 3000. Я был свидетелем только что небольшого конфликта, как будто бы... У тебя... Вопрос такой задали. Есть ли у тебя какой-то конфликт с лаской? Ну, с той самой лаской, а не с тем самым лаской. Соответственно, почему вы не пилите какой-то совместный контент на бусте и так далее? Да, я не знаю. Меня вообще как бы не интересует жизнь этого человека. Но это звучит как будто у вас есть какой-то конфликт. Что, он есть? Может, если буханки поругались там или еще что-то? Насколько я знаю, она живет в Казахстане и, ну, чисто физически... Так, ну давайте не будем. Может, она не хочет об этом распространяться? Ну, ладно. Ну, предположим, она живет в Казахстане и у нас чисто физически невозможно как-то пересечься. На каком-то ментальном уровне есть какой-то конфликт, что ли, или что просто... Я не знаю о никаком конфликте. Ну, ладно, хорошо. Просто человек 777 рублей сдонатил в полную уверенность, что есть какой-то конфликт. Да, ребят, это текст доната на лице, но я ничего не могу сделать. Представьте, что эти деньги стекают по моему лицу. Так, по поводу предыдущего вопроса, в принципе, по поводу, ну, наверное, детства какого-то, что ли, он был. Не было ли буллинга в школе или чего-то подобного в отношении тебя? Нет. А по поводу следующего вопроса ангина уже был ответ. То есть ты как бы, ну, понятно, в школе, я так понимаю, позиционировала в те времена еще себя как мальчика. То есть ты как бы, ну, была там альфа, бета, омега, там, дерзкий челик, который там со всеми... Ну, как это было, там, на задней парте, ну, просто любопытно. Ну, я была, типа, не альфа и не омега, где-то посередине, наверное, вот. Ну, меня никто не буллил, не знаю, меня не за что было буллить. Ну, хорошо, понятно. А чем ты, собственно говоря, после школы занималась, напомни, пожалуйста. Я просто в прошлый раз это спрашивал, но сейчас тоже интересно послушать. Просто говорят, ну, я где-то слышал, слух ходил, что ты какой-то контент пилила, ну, типа, на YouTube или что-то в этом роде. Был так? Да, было дело, вот. Я пошла в универ, вот, и параллельно с учебой в универе я пилил раньше видосы на YouTube. Там про, ну, обзоры на игры и обзоры на фильмы разные, вот. Ну, типа, старалась в смешные обзоры делать, вот. Они сохранились ещё? Можно сейчас посмотреть или это всё удалено? Так, если ты сейчас собрался о том, что-то смотреть, я это прямо сейчас удалю. Не, не надо, не надо. Ну, а просто, как бы, каким образом ты вообще пришла к мысли делать смешные обзоры? Это просто, я, знаешь, увидела пару гифок с индийским кино, вот, и... Что это за звуки? Ну, это просто звуки. Окей, ладно. Интересно просто, ну, пара гифок с индийским кино, и... Да, да. Ну, и я такая загуглил, типа, есть что-нибудь про эти фильмы, какие-нибудь обзоры. Увидела, что нет, и подумала, ну, окей, тогда я сама сделаю, вот. Ну, они популярные были, эти обзоры, там, собирали просмотры, как вообще? Да, там от миллиона до четырёх с половиной миллионов просмотров на видосах было, вот. У меня 120 тысяч подписчиков на ютубе было. Ты сейчас в отношениях? Вопрос не от меня, а из зрительного зала, от рандомного чела. Ну, нет, нет, не в отношениях. Слушай, а когда твои зрители вот эти, которые миллионами смотрели обзоры на индийское кино, вдруг увидели тебя, так сказать, в новом формате, они, ну, сильно офигели, или, как бы, как это вообще произошло? Конечно, да, сильно офигели, но... Большинство, как бы, тех, кто переходил с ютуба на твич, им... Ну, они здесь остались, в общем, им понравилось, как будто бы, вот. Да, могу себе представить. Так, ну, тут... Гланда надо почистить для голоса, пишут. Лор. Ну, да, ангина, это, конечно, серьёзный вопрос. Но я помню, ещё в прошлый раз, вообще, должен сказать, что... Такой комплимент небольшой. Внешне, да, ты прям, ну, цветёшь, мне кажется. Какую-то актрису голливудскую напоминать начинаешь, не помню, как её зовут, но идея в чём? Я помню, ещё тогда в чате было два основных вопроса, это всё-таки голос, и, насколько я помню, ну, я надеюсь, не обижу тебя, это зубы. Сейчас, погоди, секунду, ещё залетел большой. Да, я, ну, аноним 3000 тут закинул, но он просто заявление сделал. Вот. Мы, кстати, поговорим об этом. Так вот, как сейчас дела? Ну, с голосом мы поняли, идёт что-то, какой-то процесс, а что с зубами? Зубы мне будут брекеты ставить в следующем месяце. Я знаю, как ты, как ты прямо сильно не взлюбил мои кривые зубы, вот. Не, не нравится, но это неважно, ну, типа, это может быть кому-то наоборот по кайфу такое. Ну, да, многим людям нравится, но ты прямо такой, у неё кривые зубы. Да я тут, причём, ты на меня не равняйся, как бы, вряд ли твои зубы встретятся с чем-то, что относится ко мне, то есть, если тебе не хочется их делать, то оставил бы как есть, в принципе. Я не знаю, я так ощущаю, что это я надоумил. Но просто, мне кажется, у любой девушки зубы должны быть, типа, вот. В целом, какие-то ещё были вопросы такие, знаешь, отвлечённые, немного. В какой... Ты в спортзал ходишь, там, следишь за... Да, я записал из... Записал из спортзал, здесь недалеко от меня, вот. И, ну, стараюсь придать приятные очертания своей жопе, вот. Понимаю, понимаю. И в какой раздевалке ты переодеваешься? А в какой бы ты хотел, чтобы я переодевалась? Мне вообще всё равно, я в спортзал ходить перестал, мне просто интересно. Ну, ты должна в какую-то мужскую или женскую идти, ну, то есть... Вопрос-то, на самом деле, серьёзный. В какой раздевалке тебя можно встретить? Встретить? Ну, да, ну, это кому-то может быть интересно. Ну, у меня в паспорте стоит женский пол. Соответственно, я переодеваюсь в женской раздевалке. Не было с этим связано никаких там бухтейнек, может, как-то... Ты думаешь, я захожу в раздевалку и начинаю трясти там своим членом, как ты с нунчаками в старом клипе? Пустяко, может быть. Я вообще, в принципе, не знаю, что происходит в женских раздевалках. Может, там это считается нормой. Ну, то есть, грубо говоря, в душ ты всё-таки, видимо, ходишь дома после фитнеса. Конечно. Я понял. Да. Ну, по поводу тогда... Потому что мне вот этого нового проекта... Вообще, в принципе... Я просто не следил, на самом деле, опять-таки, времени особо не было. Но про буханку тоже много писали. Мне, типа, там, Гилтикус купила. Прошу прощения, рыгнуть надо было. Гилтикус купил. Да что ж... Ну, это не та, видимо. Мне говорили настоящую. Я видел даже видео, где ты едешь на ней. Расскажи про это вообще. Ну, это мой небольшой проект. Не знаю, можно и так назвать. Вот. Я буду делать из этой машины дом на колёсах, чтобы потом... Жить в нём. Да, жить в нём. И съездить... Ну, как бы объехать всю Россию. Вот. Вообще всю? Даже Кавказ? Да. Да, обязательно. И это будет на стриме? Да. И к какому времени ты собираешься, собственно говоря, достроить эту буханку? Примерно? Когда ждать путешествия? Ну, я думаю, где-то может быть в конце сентября. Вот. Я выдвинусь из Москвы и отправлюсь до Владивостока. Вот. На обратном пути заеду как раз на Кавказ. Вот. Там ещё, может быть, куда-нибудь, где тепло. Ну, вообще, в принципе, ты считаешь, что буханка теоретически способна доехать докуда-нибудь там, ну, из Москвы выехать хотя бы. Просто мне кажется, это не самая надёжная техника. Почему именно буханка, а не какой-то там минивэн, не знаю, хотя бы старый, японский? Ну, потому что минивэн японский, и чтобы, допустим, если я собираюсь путешествовать по России, буханку мне смогут починить в любом селе. Вот. А минивэн японский, это, если он сломается внезапно, то там надо будет ждать запчасти по несколько недель, наверное. Ну да, согласен. В принципе, сейчас это особенно актуально. И ну, я не знаю. Это ангина, ребят. Перестаньте уже с этими. Я понял, просто у нас тут в чате сразу несколько автомехаников нашлось, которые готовы, если что, поехать вместе и чинить, так сказать, латать дырки там в днище, прям в поездке. Вот Евгений я видел, там пришел. В целом, вообще, ну, так сказать, откуда скилл вождения буханки? Я бы, например, ну, не смог просто это завести, там, поехать, тронуться. Ты имеешь какое-то отношение к автотехнике? Ну, в том плане. У меня есть права просто, и все. Типа, а что там такого? У меня тоже есть права, я бы не смог поехать не на буханке, мне кажется. это, во-первых, механика, во-вторых, ну, это, типа, это буханка, в конце концов. я бы, мне кажется, в буханку мог попасть только там по малолетке, когда мочился где-нибудь в неположенном месте, меня бы в нее могли вытащить копы какие-нибудь, а сам бы я никогда за руль не сел. то есть, для этого мне, ну, как вообще, не знаю. Там ничего сложного просто, ну, у меня, у меня первая машина была пятерка, вторая семерка, третья Форд, ну, это как бы, вот, ну, там все, то есть ты еще и на пятерке, и на семерке ездил в свое время. Да, да, вот. И обучалась, ну, соответственно, тоже на механику и прямо в автошколе или как-то? Ну, конечно, да. Сейчас, одну секунду. Кто тебе больше нравится внешне, Эли или Эби из Last of Us 2, если такую игру, знаешь, вообще просто тысячу рублей закинули со странным вопросом? Ну, естественно, Эли, почему мне должна нравиться Эби? А? Еще раз? Почему мне должна нравиться Эби? Ну, я не знаю, она спортивная, ты тоже хочешь в спортзал, возможно, у нее буханка была, я просто до конца не прошел. Вопрос с подвохом, да, типа, как и Эби? Я понятия не имею, мне кажется, у нее не было никакого подвоха. А Форд был заднеприводным, вот спрашивают, потому что остальные это пятерки, семерки, я так понимаю. Может, это как-то повлияло на... Нет, он был переднеприводным. Ну, хорошо. По поводу... У меня есть заднеприводный Форд, кстати, Мустанг. По поводу буханки, естественно, как ты понимаешь, есть огромное количество людей, которые делают контент, связанный с автомобилями. сейчас я спрошу, погодите. Сейчас, сейчас, ребят, обязательно спрошу, я на секунду отключу донаты, а то их уже очень много становится. По поводу, естественно, какой-то коллаборации, например, все мы знаем известного ютубера Мэдди Мурка, который постоянно какие-то ведра делает и так далее. ты не хотел приехать к нему в гаражи на своей буханке, чтобы он что-нибудь там поковырял в карбюраторе, там, не знаю, настроил это все. У меня инжектор, но... Буханка в инжекторе? Да. А какого она года вообще? 2009. Блин, опасительно новая. А ты какого года? 95-го. То есть Буханка старше тебя на 9 лет. Ладно, короче, сейчас идея не в Буханке, а в том, что вот коллаборация какая-нибудь может быть с ютубером, связанным с автомобильным вот делом, там, Мурком, например. У нас был один совместный стрим уже, выкатались на его москвиче, вот, на выставку, вот, но с тех пор как-то больше не пересекались, но, возможно, он примет участие в моем проекте, да, не знаю. Погодите, я глупость какую-то сказал, неправильно посчитал? Да. Погодите, она 95-го, Буханка 2009-го. Сколько лет с 95-го до 2009-го? Больше 8-ми я ошибся. Не 9-ми, 14-ми. Обалдеть. Ну, ладно, я, как бы, столько вопросов просто, видишь, могу бредануть иногда. Так и как вот эта встреча с москвичами, как все прошло? Я просто вроде смотрел видео, но тебя не видел, или это какая-то тайная встреча была прям внутри москвича, о которой никто не знает? Да нет, там просто в своем видео он же рассказывал о именно выставке, зачем там видосе меня показывать. вот, то есть. А как тебе выставка москвичей в целом? Ну, так себе. Типа, ничего интересного. А деды никакие не подходили на ней, они же любят москвичи, вот это все. Ну, деды скорее подходили к Мэдимурку, вот, он ярче гораздо сиял на том мероприятии, чем я. Ну, благодаря, наверное, машине. Если бы ты приехала на москвиче, но у тебя же буханка, наверное, это даже какой-то такой враг идейный, уральский завод, вот это все. Ну, да. Понятно. А принцип-то что сподвигло поехать на москвичей смотреть? Я просто увидел опост у него в телеграме, то, что он едет туда. То есть, ты скорее просто хотела с Мурком познакомиться, ну, типа, увидеться и спросить, возможно, про буханку, там еще что-то, но он был слишком увлечен москвичем, да? Да. Ну, вот видите, ребята, коллаборации никакой не будет, а Мурк либо постеснялся, либо как-то просто синергия не сошлась, поэтому, по всей видимости, у вас будет чиниться, у вас буханка будет чиниться отдельно. Ну, я думаю, помощники найдутся, да? Типа, кто-то же помогает наверняка, или ты сама разбираешься техники. Ну да, ко мне приезжают подписчики, иногда помогают. Вот. Если что, если хочешь, тоже можешь приехать. Буханка меня вообще не возбуждает. Так, сейчас следующий донат. Непонятно на языке пишет, я не понимаю, в чем вопрос заключается. Поэтому подождем следующего доната. Так, одну секунду. А, вот. Так, это обидный донат. Следующий. так. Ну, какие-то хейтеры пришли все недовольные. Ждем дальше донат. Блин, это не озвучилось. Сейчас, одну секунду, мне надо будет перейти в последнее сообщение. Я верну картинку, ребят, не переживайте. Просто что-то я явно пропускаю или упускаю из виду. Так. А, вот, интересный как раз-таки донатик. Не знаю, он довольно-таки большой, но в целом, как бы это сказать, так как я не собираюсь делиться, ты, конечно, можешь отказаться, но не могла ли ты исполнить прокрут на стриме, то есть показать, так сказать, свой наряд, потому что видно, что ты в каком-то очень модном платье или что это. А просто может люди думают, что у тебя там семейные трусы ниже пояса и хотят заценить, так сказать, полностью наряд и фигуру. Большую довольно сумму закинули, почти полтора тысячи. Ну, типа, вот. Ну, хорошо. Спасибо за прокрут. Да, друзья, вот так вот, а на своих стримах ты подобный контент какой-то делаешь, там, типа, донат, там, как-нибудь это. Ну, просто у многих стримеров есть, там, они какие-то потанцульки устраивают, там, крутятся, там, я не знаю, нагнутся, как-нибудь эротично. Или у тебя серьезный ирл-контент, такой мужицкий, в плане, типа, там, буханку починить. Что вообще происходит на декстримах, вот как можно заинтересовать людей? Мужицкий. Ну, бывает у меня иногда такое, да, типа, наклонилась там как-нибудь случайно, вот. За ключом на 15, типа, чтобы... с заголовкой на 15. А где это самое-то происходит починка буханки в гараже каком-то? Да. Ну, все-таки побольше про контент, типа, может, игровой какой-то. Я просто ни разу не заходил к своему великому сожалению, и я даже то, что ты мне индийские фильмы обозревал, узнал только буквально сегодня, можно сказать. Вот и про стримы тоже хотелось бы понять, что там, что там. Ну, вот сейчас мои стримы чисто сосредоточены на постройке дома на колесах. Вот. А обычно до этого я просто гуляла по Москве, какие-то, может быть, места показывала интересные в городе. Но в основном, я так понимаю, основные какие-то рофлы происходят, когда с тобой знакомятся, подходят всякие там мужики, таксисты, деды. Да. Насколько часто это вообще происходит? Каждый день, ну, я думаю, за один стрим, ну, раз от трех до пяти, может быть, раз. А есть ли шанс вообще у рандомного деда какого-то или мужика, там, я не знаю, типа, вот просто подойти, познакомиться и успешным стать, так сказать, то есть как-то продолжить отношения, ты не знакомишься на улице, в принципе. Ну, я стараюсь не знакомиться на улицах, потому что непонятно, что за человек там из себя представляет, вот. Я только, как бы, может быть, в интернете знакомлюсь, да. Ну, понятно, то есть никакие-то двусмысленные ситуации не возникли. Да, да, я не хочу, как бы. Когда я видел тебя на пузе, в смысле, на животике татуировку, она что обозначает? Я просто не разглядел там разрешение, на пузе. Ну, договорился. Окей, ну, это просто наклеечка, как-то переводная татуировка, она смотрится. Она переводная, то есть? Да, да. Просто вчера на стриме мне девушку наклеила. А в целом, с кем тебе интереснее отношения? С девушками, с парнями, как вот, интересно даже, типа, или одинаково? Одинаково. Одинаково, да, то есть и девушки, а у тебя были коллаборации? Я просто видел, что ты какое-то время, ну, помимо сегодняшнего стрима, перемещалась там на каких-то каналах, светилась вот, с какими-нибудь плюс-минус там известными стримерами, каналами, может, что-то похожее на стримхату, я видел какие-то клипы, вот, что это, где происходит, с кем и так далее. Расскажи буквально парой. Стримхата? Я, конечно, не знаю, о чем-то, потому что не было так. Ну, как стримхата? Я не знаю, вроде я не была ни на стримхате. Ну, ладно, значит, мне показалось, я тебя, возможно, перепутал с кем-то, столько стримов, сейчас развелось. Так, сейчас одну секунду, я перезапущу свои донаты, потому что у меня тут разлетает постоянно. очень много народу хочет что-то спросить, либо, знаешь, просто, ну, даже оскорбления вот какие-то были, но уж не знаю. Да, знаешь, у меня, я не первый день в интернете, у меня уже выработался, как бы это, не знаю, броня выработалась, вот, мне абсолютно пофиг на какие-либо оскорбления. Поэтому, если там что... Ну, а пишут, там реально угрожают, может, что-то такое бывает, там блиичку или еще что-то, или в основном народ? Ну, а зачем мне угрожать, типа, я ничего такого не делаю противоправного какого-то? Да я вот даже не знаю, но бывают разные люди, агрессивные, там, человек посмотрел на тебя, допустим, и, ну, возбудился, скажем так, ну, я не имею в виду, опять-таки, в каком-то плане, ему не понравилось, то есть, ну, он как бы взбешен, и, соответственно, вообще, как ты считаешь, если парню, если ты понравился парню, делает ли это парни геем? Ну, вот такой вопрос. Ну, это не делает парня геем, потому что, ну, ему же нравятся во мне не какие-то там, не знаю, мужские черты, вот, типа, член... все время члены с головы вылетают. Ну, это плохо, если вылетает, как-нибудь. Ну, не могу держать, ладно, в общем, не важно, все время забываешь, только, ну, да. Так, и, все-таки, по ангине, прям, ну, каждый второй вопрос, как это вообще, ну, иксится, что ли, в том плане, какие-то тренировки или операция тоже какая-то? Ну, да, это делается либо операцией, либо тренировками. Вот, операция, ну, довольно рискованное дело, можно вообще голос потерять, поэтому я бы не рисковал делать операцию. А голос потерять, прям сиплом стать, как Высводский, типа, или что? Как Джигурда, да, наверное. Как Джигурда, но это будет... Нет, не надо тогда. Мне кажется, можно потренироваться. Так, Хорни 300 рублей. У Евгении наконец-то ожил канал с нарезками со стримов. Кстати, нарезки стали реально лучше. Как у нее хватает времени по 9 часов стримить, а потом нарезать? Работы там явно не на 30 минут. Ну, вот, человек реально заинтересован твоим творчеством, спрашивает про канал хайлайтов твой, расскажи про него, расскажи, как у тебя времени на все хватает. Ну, идею с хайлайтом я явно процессала у тебя. Вот. И я знаю, кто это задонатил, это мой хайлайт, он из задонатил, скорее всего. Возможно, надеюсь, это не один человек, ну, в смысле, у нас вдруг окажется общий хайлайт, нам прикинь, вот это будет поворот. Да. Ну, хорошо. У нас было бы что-то общее. Угу. Да. Сейчас мы спросим по этому поводу, так, в общем, значит, из тебя кто-то нарезает, да? Есть какой-то человек, который, ты им платишь, или он просто так? У меня есть особая валюта на моем канале, это, как сказать, нихуя. Удисы. Нет, нихуя, как бы, я... Ну, у нас семейный контент, там у меня... Я постоянно время переориентируюсь, я перестал матом ругаться на стримах. Ну, в общем, я им не плачу. Угу. Да. А они имеют какой-то вес международный? Ну, то есть, какой курс по отношению к рублю, выдуманный тобой валюты? Я не знаю, я не обращался в Центробанк по этому поводу. Вот. Поэтому я не знаю, насколько это локатируется валюта вообще в России. Так, хорошо. Аноним 300 рублей. Илья, Катя не ревнует, так а что, я же сказал сразу, что женат и не собираюсь ничем менять. Усону дуль 400 рублей. Если Гилтикус сделает полноценную операцию по смене пола с возможностью репродукции, не пугает ли ее такой фактор, как месячные? Нет. Почему я должен это пугать? Не знаю. Я, ну, типа, мне трудно сказать, я не женщина, поэтому у меня вообще нет никаких комментариев по этому поводу. Ну, может быть, кого-то пугает, знаешь, перспективу, что кровь будет идти там или еще что-то. Месячный, вуу. Да, ничего в этом такого нет. Потерплю. да. Так, аноним 300 рублей. Подписчики приезжают, помогают чинить буханку. А что нужно сделать, чтобы заслужить такое, и насколько можно приехать чинить эту самую буханку? Ну, типа, видимо, он хочет, может, в этой буханке остаться, не знаю, но, в общем, ты говоришь, что реально подписчики помогают. Нет, я приветствую как бы любую помощь, если кто-то хочет приехать, то приезжайте. А, то есть, адрес где-то в свободном доступе, типа, моя буханка стоит тут, или как это происходит? Ну, да, да, типа, всем известен адрес, где она стоит. Угу. Вот. Ты не боишься, что кто-то, ну, типа, приедет и, ну, пьет твою буханку, там, я не знаю, захейтит, видишь, сегодня уже какие-то хейтеры донатят. Ну, хейтеры умеют только донатить, насколько, знаешь, насколько мне, Ну, короче, ты готов, ну, вот, чувак, просто приезжай, дочини, если тебе надо. Никаких ограничений, я так понимаю, нет на починку буханки, любая помощь приветствуется. Может, какие-то детали нужны там, я не знаю, отдельно, вот сейчас там. Ну, вообще, мне нужна такая деталь, как новый двигатель, 2JZ с коробкой автомат. Вот. ты все-таки хочешь буханку поставить на автоматы, на старый японский восьмиклапан он или что там. То есть, ну, типа, ты хочешь свапнуть автомат на буханку. Да. Ты в курсе, как выглядит моторное отделение в буханке, то я сейчас, мне кажется, ну, невозможно туда поставить. в буханке все возможно. Возможно? Конечно. А для еще было по-пятияпонски все-таки минивэн сразу, да. ну, Ну, ладно, я, ну, мечты, это хорошо. Я тоже хотел всегда в Волгу поставить какой-нибудь UZ и автомат. Да, я помню. Аноним, 300 рублей. А теперь, ты понимаешь, что женился слишком рано? Да нет, мне кажется, даже поздновато, если честно. Также Алексей Панин значил 300 рублей и очень сильно возбудился. А может, стать настоящей? тут кто-то смеешься. Да ничего. Возбудился. Смеешься с Алексеем Панином? Между прочим, известный в России артист, у него есть фотография с... Не, ну, да, он сейчас рассказывает какие-то... Вообще, как относишься? Нравится тебе как мужчина, может быть? Алексей Панин? Да не особо. Он сейчас выглядит как какая-то потрепанная собака. Не знаю. Вот. Ладно, хорошо, я понял. А раньше он выглядел как, ну, типа, ухоженная собака или вообще не как собака? Ну, да, что-то там собачья все-таки присутствовала, наверное, раньше тоже. Ну, кстати, да, в фильме «Жизнь Коверком» он, по-моему, именно в собаку и превращался в начале фильма. Есть просто такая кинокартина. Так, а... Сейчас, секунду. ребят, донатов много, мне просто постоянно приходится переключаться, что я уже все упустил. Сейчас спросим. Аноним, 299 рублей, спроси, у гостей нравится ли девушке или только мужчине. Вот такой вот вопрос, не знаю, от девушки или от мужчины, или может от Панина. Ну, если это Алексей Панин, то я не знаю, не боюсь это считать. думаешь, да нет, ну просто, ну я так понял, одинаково, или, ну я уж что-то подобное спрашивал. Да, да, мне нравится как парни, так и девушки. А кто из девушек тебе нравится? Может, актриска, какая-нибудь стримерша? Ну, есть одна стримерша. Парня, мы же поняли, просто это Дундук и Мэдди Мурк, стримерша какая? Ну, моя знакомая стримерша, да, есть одна. Которую вы вместе стримите? Да. И есть какой-то контент у вас совместный, то есть стримы? Ну, типа, да, есть такое. Ты, по-моему, с ней даже целовалась как-то на стриме или нет? По-моему, да, было. Понятно, понятно. Я не знаю, откуда я это знаю. Я вижу очень как прошаренный за меня. Углублен в тему, да, но я же готовился на самом деле, я же журналист бывший. Фунтик 350, привет, не хочет ли твоя прекрасная собеседница съездить в Беларусь на рубалку? Я сначала прочел с Лукашенко, но тут с Лампанчманом каким-то, я не знаю, может, Лампанчманом. Ну, в общем, Беларусь на рыбалку кто-то приглашает. Не хочешь съездить? Ну, если оплатят билет, то можно, наверное. Так что, друзья, если кто из Беларуси любит порыбачить, а вообще из активного отдыха там походы, рыбалки, бани, сауны, я не знаю, сноуборд, оргии там и так далее, вот, ну, что именно привлекает, какие вообще увлечения, не только же починкой одной буханки, как бы. Ну, Типа, зал? Я вот люблю, я вот люблю, ну, типа, покатать овалы, знаешь, на скарте, у меня игрушечный руль даже есть, а вот у тебя, ну, зал, это недостаточно, мне кажется, должно же быть еще что-то, может, покемонов собираешь, что-то, карточки, покемонов, ты из-за покемонов шаришь? Ну, узнаю, парочка. Понятно, то есть, смотрел мои крипы, ну, ладно. Такая ответственность, абсолютно, ранд, погоди, а что с покемонами? Да, ничего, ничего. Ничего хорошего, я так понимаю. Нет, ничего плохого, наоборот, все хорошо. Ну, то есть, кстати, просто у меня, напоминаешь человека, просто у меня, трусы, и на них, с покемонами. Да, на них Пикачу нарисовал. Слава богу, я уж испугался. А Руслан Соколовский не пытался поймать этого покемона? Никогда не писал тебе ничего? Ладно, это шутка. Да, причем шутка с 2016, наверное. Я где-то там и остался, все-таки, я человек старой закалки, старого юмора. Я здесь, я тебя не обидел этим. Нет, да у меня из-за того, что донатов очень много постоянно подвисает. Лексис 600 рублей, видно, как Илюша волнует, все хорошо, не беспокойся, видно, что ты ей нравишься. Но я волнуюсь скорее, потому что у меня новый формат на канале, мне хочется, чтобы народ приходил, потому что можно же позвать интересных гостей, посидеть, если людям будет нравиться. Итак, аноним, 321 рубля. Лиля, будет ли скоро стрим с Дундуком? Там в Таркове вайп был. Не, не будет, я не буду на этом вайпе играть. А Гилтикусу, Гилтикуске, так он тебя назвал, скажи, пусть обзоры еще делают, норм же получалось. Что? Ну, видимо, кстати, народ нравится твои обзоры, то есть многие пишут, что обзоры были топ. Я просто не знаю, как это делать. Мне тоже сейчас пишут, типа, сделай какие-то обзоры и так далее, но я уже шагнул вперед, видишь, у меня вот, я уже практически как мини-дуть на Твиче, вот интересные гости, интервью, поэтому мне кажется, это будет шаг назад. А вот ты не планируешь, сейчас же индийское кино, оно становится более актуальным, как ты знаешь. Да. Ну, вообще, я просто не знаю, как отнесутся вот эти 120 тысяч подписчиков к моему виду, так сказать, вот, к моей новой жизни, потому что записывала видосы, я... Знаешь, это, мне кажется, было бы, это должно быть самое уморительное вообще, ну, то есть серьезно, это, наверное, даже смешнее, чем можно себе представить. Я просто представил, ну, вот, гипотетическая ситуация, да, возьмем какого-нибудь блогера, блин, Руслан Усач в голову пришел, надо кого-то другого выбрать. Это неспроста. Нет, Стасай, как просто, это вообще было бы жутко, давай что-нибудь другое. Повцов, к примеру, да, пропадает на пару лет и вдруг возвращается в виде женщины, еще и симпатичной. вот это было бы, мне кажется, ну, типа, просто... Ну, вот ты сейчас сказал... то есть понравился, да? Ну, так, плюс-минус. Женщина ему лучше. Поэтому я думаю, что все нормально, сделай обязательно. Вот я слышал, есть какой-то индийский фильм, который вызывает дискуссии на тему англосаксов. мне кажется, интересный был бы обзор, мы ждем, реально, это было бы здорово, а чтобы почитать комментарии людей, которые не знали, где ты пропадала, так сказать, я даже зайду прям на этот обзор. Хорошо, если я сделаю, я тебе первому скину ссылку на этот видос. Хорошо, хорошо. Чтобы ты оставил там... Ты умеешь делать сабли в 3D, ну, 3D моделировать сабли? Такой вопрос. Сабли? Сабли. Это какой-то рофл, который я пока еще не выкупил. Я его и сам не понимаю, но люди в 300 рублей с таким вопросом. Сабли. А задонать? Наверное, нет. Ну, вот и все. Тут нет никакой подколки, не думаю, что... Так, анончик 300 рублей. Привет, если не секрет, и я сам из Башкирии, а номера в Баханке башкирские. Я слышал, что она из Башкирии, из какого она города. Но уже было сегодня, или все-таки ты из Башкирии? Ну, я родилась в Башкортостане, да, и у меня прописка... И потом переехала в Магнитогорск. Да. И потом в Москву. Вот такой был путь. Да, ну, родилась, получается, я в Уфе. Вот. Уфа. Ну, да, я так и думал. Теперь, уф, какая гостья. Так, понятно. Аноним 300 рублей. Вопрос к Евгении. Можете поделиться ссылкой... Может... А, вопрос к Евгении. Может поделиться ссылками на тренировки голоса? Как ты добилась таких результатов? Я мужик, старше нее лет на пять, а голос у меня до сих пор не такой мужественный, как у меня. Это хейтерский донат, прошу прощения. Я не понял его сначала. Забей. Так, ну, тут нам есть донат, скажем так, личного характера, вопрос интимного. Не знаю, стоит ли его сдавать. Давай. бывает ли у тебя... Нет. Понял. И по утрам тоже нет? Нет, не бывает. Так, словно... это понятно. И кйок-кйок. Собеседница. Проводила ли гормональную терапию, растут у нее волосы на лице ли? Ну, то есть, борода, усы там. Это вроде не растет. Ну, гормональную терапию это проводила. Ну да, да, конечно. Ну, собственно, это же обязательное условие для получения женского паспорта или достаточно в паспортном столе, ну, раньше было, я имею в виду, до принятия законов, или достаточно было просто в паспортном столе сказать, что я женщина. Ну, я не знаю, можем ли мы говорить на эту тему. Давай не будем тогда. Да, да. Наверное, не можем. Ну, типа, просто, понимаешь, бутылка... Да прекрати, зачем ты? Бутылка близкий, Давай молчать тогда, да я понял уже. А, кстати, слышал много спортивных скандалов по поводу выступления женщин, точнее, мужчин, необычных женщин, да? Да, необычных женщин. Ты не хотела бы, там, например, стать какой-нибудь, но выбрать какой-нибудь вид спорта, типа, не супер популярный, знаешь? И чтобы там всех разваливать, да? Да, да. Не было такой мысли? Ну, это, конечно, не знаю, читерство, мне кажется. Вот. я такое не поддерживаю. Думаешь? Да, ладно. Интересная позиция. Окей. Просто обычно все, наоборот, борются за вот эту тему. Так, ладно, давай дальше смотреть. извиняюсь, что такие паузы с переключением экрана, ребят, сами видите, постоянно донатят, донатят, донатят. Так, про победу Урала ничего не могу сказать, просто поставил по пьяни. Мизули на 300 рублей тоже хейтерский донат, хотя мы ничего не пропагандируем, естественно, ну, за, за ценности. Различные. Ну, традиционные в основном. Я так вообще. Я и женат, и никогда не был замечен в порочах связи. Просто, ну, обычное интервью, грубо говоря. Так. Степан, 300 рублей. Привет, Илья, любят ли твои гости выпить пивка? Сам из провинции собираюсь в Москву. Какие бы бары посоветовали посетить? Ну, собственно, основной вопрос. Любишь там пивка бахнуть, там, пивасика, или там, я не знаю, водку, или там, коктейли какие-нибудь вообще, отношение к алкоголю. Ну, я не пью, не курю, и никогда ничего не употребляю. Как бы, вот. Вообще, в принципе, ни при каких обстоятельствах. Да. Даже если там Мелстрой даст тебе миллион рублей на бутылку пива. мне пофиг, как бы, у меня принципы. А почему такое негативное отношение к алкоголю? Ну, просто... Тоже как-то из традиционных ценностей произрастает? Да нет, просто, как бы, ачивка в жизни такая, не пить, не курить. Ну, то есть, и каких-то любимых заведений, соответственно, в Москве у тебя нет. Ну, понятно, если ты не пьешь пиво, вряд ли ты хочешь пивные. А может, какой-нибудь ресторан посоветуешь со вкусными блюдами? Ты особо никуда не выбираешься? Ну, есть возле парка Горького Белый журавль. Неплохой ресторан. Белый журавль. Звучит, как зона какая-то, куда Навального отправляют. Так, по поводу по поводу следующего доната Клинт Исту 300 рублей. Я собираюсь отдохнуть на Павелецке в Паулайнере и Пилзнере. Ну, ответ Гилтикс-то там не встретишь. Дед Балдеж 300 рублей. Ты почему так волнуешься? Ты же умеешь вести себя раскрепощенно, помнишь? Ну, дед, извини меня, это все-таки, так сказать, не самая стандартная ситуация, если ты понимаешь, о чем я. Каждый бы из нас растерялся. Я все-таки, я себя чувствую как тот дед в каком-то смысле. Хотя он был гораздо более раскрепощенный, но все же. Но мы с тобой уже не первый год знакомы, можно сказать. Ну, я трезвый сегодня еще, к тому же, понимаешь, обычно я просто все, ну, вчера бухал, а сегодня я опять решил завязать, ищить, ну, посмотрим, насколько. Тоже хочу отказаться от алкоголя. Видишь, у меня не было принципов каких-то, и посмотри, кем я стал, и посмотри, посмотрите, ребята, кем стал человек, который решил отказаться от алкоголя, как он хорошо выглядит на фоне меня, и так далее. Это опять-таки не пропаганда ни в коем случае. Это разве что пропаганда здорового образа жизни. Боже, ну ладно. Ага. Так. Сейчас. Сейчас. Сейчас все обновится. Так. Баул 300 рублей. Присматриваю стрим по сталкеру. Но это мне, это очень дурачок. со стримом по сталкеру. Герман 300 рублей. В играх выбираешь мужского или женского персонажа? Ну я так думаю, это вопрос к тебе. Кого? Если ты играешь, допустим, в RPG какую-то, ну сейчас, конечно, понятие пол из игр уже исчезло, особенно из западных. Ну вот. И можно, ну, выбрать что угодно, но тем не менее, кого обычно создаешь, если там... Ну, девочку, наверное. Девочку? Да. А ты, ну, играла вообще в какие-нибудь RPG, там, или может MMO, RPG, World of Warcraft, или в обычной RPG, там, типа Скайрима? Ну, в Скайрим играла, да, чуть-чуть. И создавала там девочку? Или, может быть, ящерицу какую-нибудь? Ящерицу? Нет. Нет. Все было достаточно скучно. Я понял. Хорошо. Скучно, это иногда даже хорошо. Ситрон, 300 рублей. Вопрос, гостья. Как возникло такое прозвище Гилтикус, и не хочет ли она его поменять? Лично у меня возникает ассоциация с римскими деятелями мужского пола. Я, честно говоря, даже не знаю, что это слово означает. Поясни за никнейм, короче говоря, и нет ли желания взять что-то более женственное. Гилтикус, это, в общем, образовано вот двух слов, типа... погоди, сейчас я попробую догадаться с каких. Не догадаешься. Нет, не могу, действительно, но... В общем, во вселенной Восстиле Восстиле колец есть город Асгилиат. Вот, и... ну, типа, я просто взяла и совместила Асгилиат и... Ас... 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 Гил... Не понимаю, что совместила? Ас и Гилд или что? Я не понял, нифига. Ас... Ас... Асгилиат? Асгилиат, вот, город. Асгилиат, И совместила с... своим старым никнеймом Диплодокус. Вот. И все. Получился Гилдикус. Что? Погоди, а обзоры на ютубе ты делала под ником Диплодокус? Ну, типа, да. Это какой-то покемон или динозавр или что это? Это динозавр, да. Такой с длинной шеей. Угу. У тебя шея длинная, типа? Нет. У меня большая голова, но... маленькая шея. У тебя тоже большая голова, слушай, ну, дай пять. Давай. В общем, нет. Ладно. Так, в общем, никнейм ты не хочешь поменять или все еще ну, вот эта тема с Диплодокусом, она как-то и с Гилиадом, она как-то, ну, важна для тебя. Да нет. Напоминает о старых добрых временах. А каких? Ну, когда динозавры и Властелин колец будоражили твой ум. это вообще, не, вот эта тема с динозаврами, она, ну, она как бы, просто мне не так много друзей, которые любят динозавров. Это как-то увлечение детское, возможно, или почему динозавры? Просто мне в детстве купили книжку с динозаврами, вот и все. И я читал ее. И самый крутой там был Диплодокус. Ну, да, еще Тиранозавр. А город из Властелин колец чем знаменит? Я просто не читал и не знаю, что там, там эльфы какие-то жили или что? Ну, просто простое название красивое, вот и все. Типа, название красивое города. А почему бы ты тогда не взяла просто никнейм Эс Гилия какая-нибудь, ну, к примеру, ну, типа это... Эс Гилия. Ну, я поняла, да. Ладно, я сам не понял. Нет, ну, если тебе так нравится этот никнейм, может, ты его си возьмешь. Мне придется пройти через многое, мне кажется, чтобы люди приняли такой никнейм. Да. Владимир, 300 рублей, Гилтикус, что за, извините, много слов, пухлый азиат ест с тобой на стримах? Погоди, у вас есть какие-то стримы с мукбэнгом, что ли, как у Никакада Авокадо или что? Ну, я не знаю, о чем речь. Нет, погоди, раз спрашивают, значит, ты ешь с каким-то азиатом на стримах или что? А, ну, я понял, это, возможно, короче, наверное, подкалывают, ты что-то съела в каком-то другом видео от азиата какого-то или что? Ну, странный вопрос какой-то, ну, это просто мой знакомый стример и вот и все, типа. А, ну, так бы и сказал, просто знакомый стример, я с ним ем. Ты как, следишь за питанием, там, здоровым, или, может, пиццы, доставки, просто интересно даже? Чтобы выглядеть, как бы, это, ну, получше, знаешь, вот, я вот думаю, то начать питаться правильно, а то опухаю постоянно и вот. Я ем всякое, всякое, всякую херню ем, типа, KFC, Макдак, вот. Ты в Виатом или в Соло? Что? Ладно, не важно, в... Макдак больше нет, на самом деле, я не хотел тебя расстраивать, но теперь это вкусные точки. Ну, я тебя тоже не хочу расстраивать, но это одно и то же, разве нет? Возможно. Аноним 300 рублей, парень, сказал, что к ним подкатывал артист, но он не согласился с ним заниматься любовью, так как он би, а не гей. Но когда он с девушкой занимался сексом, там был еще мужик, и он у него брал, назовем так, как это понимать, вопрос для Гилтикуса. Ну, я даже не знаю, ты там тоже, что ли, присутствовал, почему это тебе задают такой вопрос? А в чем вопрос, я не поняла, типа. Я тоже не понял, как это понимать. Но, видимо... так. Видимо, люди развлекаются, как умеют, я даже не знаю. Странный вопрос. Я тоже не понял. Да ладно, на стриме довольно много зрителей, и среди них есть в том числе странные, наверняка, какие-то. Дед Балдеж, 300 рублей, ласка, приезжала в Калугу, Гилтикус, тоже буду рад увидеть, это один из моих знакомых. Он, кстати... Ну, мне кажется, дед, легче тебе приехать и помочь УАЗ почти ничем. Ты же в Калугу или во время своей поездки вот этой по России ты же наверняка заедешь в Калугу? Ну, может быть, заеду, да. Но это, получается, очередной дед в моей жизни будет. Тянет на... ну, помоложе, да? Вот есть какой-то нижний предел там, но... Ну, знаешь... Хочется, чтобы знакомы? Знакомы. Вот сколько азиату, с которым ты ешь, чтобы понимать, чтобы вот... ну... 25. 25. Понятно. Просто понимаешь, после 9 мая меня... меня реально стали окружать деды. Может, он как вампир, знаешь, типа... Поцеловал меня Какое-то касание, да, сделал и... Пометил меня. Типа... Значок... Я поэтому и спросил, чем пахло, вот если такая вот старина, она как бы распространяется, но... Да я не знаю. А как обычно от деда пахнет? Ты сейчас не знаешь? Ивным потом, я бы сказал, таким, знаешь, мерзким. Я просто не мылся уже 2 дня и в одной и той же на футболке сижу. Считаешь себя дедом? Ну, другого деда у меня в комнате нет, мне больше некого понюхать. Извини, конечно, я не подготовился. В следующий раз обязательно позову. Еще раз прошу прощения за технические накладки. Очень серьезное количество донатов приходит, из-за этого мне приходится постоянно в 5 нажимать и все виснет. Да. Так, аноним. Блин, слушай, извини, что я посмеялся над этим вопросом, но не задать его я не могу. Получается, что по новым законам гостья не сможет снова стать мужчиной, если захочет. Ну, получается так. Но я вроде и не планировал. Да нет, но я понятно, что не планировал, просто в этом есть некий парадокс. Так, дети могут смотреть, я вот так вот сделаю. А, бля, извини. Погоди. Ну и ругается, ты что такое? Ну и так далее. Не, просто у меня в комнате жарко. Да я понимаю, у меня тоже. Вернее, обратно. Я убрал ногу. Да я убрал, не переживай. Все и так зайдут на стрим, на буханку посмотреть. Я не думал, что это видно. У кого длиннее волшебная палочка? Вопрос от Альбуса. У Гэндальфа или у Гарри Поттера? Ты вообще, ну, я так понял, большая поклонница «Властелин колец», а что по Гарри Поттеру? Ну, у Гэндальфа, у него посох. Ну и он дед. Да. Ой, боже. Ну, посох, очевидно, больше, да. Нет, ну, если говорить про волшебную палочку, то длиннее у Гарри Поттера. Ну, что за вопросы, блин, я не понимаю. А у Гэндальфа была вообще палочка или у него только посох был? Я не знаю, что там у него было, кроме посоха. Возможно, палочка у него есть, а ее размер как бы в книге не описывается. Может, описываться, если, внимательно читать. Ну, если читать какой-нибудь фанфик, может быть, повысил на колес, то может быть. Но это будет особый фанфик. Карто, Карто Пуля, 600 рублей, привет. Илья, посмотри контент с канала на ютюбе Destiny Dynamics. Там девушка делает суперэротический контент с оружием и очень успешно. Так. Я по незнанке успел потереть на это и не сожалею. Сейчас, погоди, я все-таки посмотрю, что это за Destiny Dynamics. Меня заинтересовало. Мне тоже стало интересно. непонятно, что там подвох, короче говоря. Ты, кстати, не собираешься какие-то, например, грудь увеличить до какого-нибудь пятого размера, чуть-чуть такое прикольное сделать. Нет таких планов? За Bimbo унитазится? Ну, не настолько уж прям. Ну, да. Да нет, меня моя маленькая устраивает вполне. Ну, ладно, хорошо. Мне кажется, что лучше, лучше я накачаюсь хорошую попу, ну, не знаю, типа маленькая грудь тоже прикольная, мне кажется. Да, ну, когда кажется, значит, так оно и есть. Но, пак, доминатор, хватит скрывать, что в одной квартире по стенам, понятно, одна и та же квартира. Да нет, нет, нет. Ну, вообще-то странно. Да, да, не ничего. То странно. То стену у нас одинаково? Нет, то, что... Слушай, так не вздумай сказануть, где ты сидишь, а то вдруг мы реально в одном, ну, типа, месте, короче. Так что, лучше нам промолчать в данной ситуации, потому что стены действительно похожи, я даже напрягся. Дудь, 300 рублей. Какой пенис Евгения выбрала персонажа в Baldur's Gate 3? А играла вообще в Baldur's Gate 3 или нет? Такая великая игра, крутая. Ну, к сожалению, у меня комп не тянет, поэтому я не могу в него поиграть. Все деньги ушли на буханку и... Да. А чем сейчас компом слабый совсем, да? Да, у меня 1060 видеокарта. Слушай, я слышал, люди на 970 запускали тебе попробовать или, ну, типа, даже пытаться не стоит, по-твоему? Ну, знаешь, просто без стрима не хочется играть, как будто бы, типа... Ну, на стриме это и не смотрят. Ты бы могла просто, знаешь, по-моему, создание персонажа в этой игре где-то отдельно есть. То есть, ну, типа, можешь у чата спросить и персонажа создать. Многие бы посмотрели на это. Типа, сайт какой-то или что? Ну, что-то такое, что-то отдельное, какой-то я видел, там, костюмерная какая-то. Ну, ладно, не важно, забей. Это все не так важно. Так, пунтик. Так, тут, ну, еще, не то, чтобы два вопроса, но на один уже было отвечено, а второй просто, ну, дуть, это не столь важно. Пунтик, 300 рублей. Попу моем, на рыбалку собираемся. Не знаю, вот это все, что написал Толкин. Раз ты фанатка «Властелина колец», назови топ-3 персонажа, поясни, почему именно они. Так, давай, поясни топ-3. Боже. Сэм, Боромир и Голум. Боромир, Голум и кто? И все? Сэм. Кто? Ну, кто? Я, я правда не расслышал, я не понял. Я говорю, Сэм, Боромир. Сэм. Да, Боромир и Голум. Семен, Семен, Сэм. Ну, да, да, Семен. Сэм. Так, ну, хорошо, как относишься к сериалу ПВК от Амазона? Отрицательно. Не понравился? Ну, да, мне, так сказать, не понравилось. А сейчас, я придумаю, как правильно сказать. подбор актеров, наверное, мне понравилось. Да. Ну, в каком смысле? Тебе не понравилось как бы разнообразие актеров? ну, если ты понимаешь, в чем я или что. Ну, правых взглядов, я так понимаю, да? Каких я взглядов? Ультраправых взглядов. Ну, знаешь, есть люди, типа базовички, которые там, ой, мы не будем смотреть Ведьмака, там эльфы, темнокожие, там вот это все. Я, если что, осуждаю подобное поведение и такие заявления, но я так понимаю, ты именно, типа... Ну, я достаточно базированно, мне кажется. Понимаю. А фильмы по Хоббиту, тебе понравились эту по Хоббиту? Нет. Нет, тоже. Да. А там что, они так слишком низкие? Да нет, просто жижа какая-то. Жижа, ну, это нормально, да. Мне тоже не зашло. Евгений Мозгнов, 300 рублей, спроси у Гилти, не хотела бы она побывать в Липецке, там есть отличный автомеханик, который бы мог помочь ей с буханкой. Я так понимаю, ты не хочешь везти куда-то буханку, ты хочешь, чтобы тебе приезжали, ее чинили и уже из дома, так сказать, отправляться в свое вот это путешествие по России? Да, да. Мне бы очень пригодилась помощь с покраской дальнейшей, вот, потому что там, ну, намечается интересная раскраска, вот, в яркие цвета. Вот. Главное, не переборщить, а то получится слишком радужно и могут неправильно понять, как ты понимаешь, все-таки. Да, да, я понимаю, о чем ты. Ну, я в любом случае, знаешь, рекомендую тебе в поездку, ты, ну, вообще по России, кроме там, Уфы, там, Магнитогорска, ну, была где-то? Да нет, не особо. Лучше возьми с собой пару парней покрепче, там, ну, на всякий случай, пусть они тоже едут. Чтобы было нескучно. Да, было что обсудить, там, про динозавров, диплодокусов. Алексей Николаевич, 300 рублей, Илья, спасибо за контент. Что Густи думает о Мэдди Мурке? Ну, уже отвечали на этот вопрос, они даже пересекались на какой-то тусовке москвичистов, но, видимо, как-то, ну, вы пообщались вообще, что-то? Конечно. Конечно. Обсудили какие-то дела, там, он что-нибудь искал по поводу буханки, там, хорошая ли покупка, или тогда ее еще не было? Тогда еще не было, даже в планах не было. Какая вообще, ну, просто мысль, она-то, как бы, просто сидела и бац, буханка, да, или как, к этой мысли надо прийти, или сначала было желание попутешествовать, может быть, какой-нибудь контент на ютубе, потому что мне постоянно в Related на ютубе выдают американских бомжей, которые живут в фургоне. Я тебе серьезно говорю, мне уже начинает казаться, что это нормально жить в фургоне. Ну, у меня просто с детства была мечта, типа, купить какой-нибудь типа фургончик и путешествовать, вот, но... Голубой вагончик такой, который... Ну, как сказать, голубой. Время качается. Ну, это из песни, я имею в виду. Да, я понимаю, да. Ну, типа... Лучшее, конечно, впереди. А в... Ну, а почему не путешествую там... Ну, сейчас это, конечно, тяжело сделать, но есть ситуации, в которых легко. Мне кажется, что тебе как раз с визой или там с... Даже, ну, будем откровенно говорить, с политическим убежищем не сильно бы тяжело было. Не хочется там ту же самую Америку, нет? Вот у меня, например, была мечта, но мне пришлось отказаться в силу обстоятельств. А вот тебе не хотелось? Обстоятельства это видосы в Related про бомжей? Или... Типа, ты от этого отказался? Нет, ну, у меня свои как бы причины, к примеру. Ну, я хочу понять, почему у тебя вообще не возникало такой идеи. Например, у меня есть знакомая, может быть, слышала блогерша Лиска, вот она переехала как раз по этой теме в Америку. Ну, в США меня никто не ждет, вот, и там довольно дорого жить, ну, и к тому же, я не знаю, типа, мне здесь нравится. я понимаю, это здесь достаточно просто сказать, и сразу липецкие мужики готовы чинить буханку, а там одиночество, забвение и Кенгсингн стрит. Ну, знаешь, это страшилка такая. Кенгсингтон стрит. Так, мальчик-зайчик, привет, спроси, пожалуйста, что она больше любит, сардельки или сосиски? Сосиски. Сосиски? Да. Ну, еще, в принципе, у тебя редких ограничений, там, по идеям, но многие там мясо не едят, например, или? Да нет, я люблю мясо, да. А те, что больше нравится? Мясистое, не знаю. Мясистое мясо, да. А кровяная колбаса, как тебе? Не пробовала никогда. Я в деревне раньше любил, но я жареную люблю, знаешь, кровянку. Сейчас в магазине она не очень, в нее гречу пихают, чтобы гречневые были довольны, наверное. так, бимбо, 300 рублей. Гилти, по-русски, виноватые. То есть, она взяла ник виноватик, неосознанно, это иронично. Да, был такой, даже файтинг, Гюльтигир назывался, и там тоже были персонажи разные. Файтинг такой. Да. Получается, это Гюльтикус тогда был. Как-то так правильно произносил. Нет, я Гюльтикус. Гюльтикус. Ладно, я подожду, когда это кончится. Гюль, гюль, гюль. Пиво и Джорки, 300 рублей. Мэтт пригласил прекрасно гостью на пиво и ассортие Джорки в хороший паб, а можно еще сырную тарелку? Нет, к сожалению, не могу, потому что, ну, во-первых, я женат, во-вторых, у нас не совпали, да, мнения по сосискам, и, ну, она не пьет, видите. А что, женатых не пускают в пабы? Ты знаешь, я даже, наверное, не буду, ну, я, естественно, как человек ответственный, я, естественно, у своей жены спрашиваю. Я не считаю это каким-то подкаблучничеством, но я, типа, спрашиваю, типа, ну, хотя просто ставлю перед фактом, вот, я поеду, там, с друзьями пить пиво, но как я могу, да, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, поэтому, я не могу сказать, я там поеду с подругой пить пиво, а в данной ситуации, как ты помнишь, ты обижалась на то, что я назвал тебя братишкой, так что назад эту всю ситуацию уже не провернуть, мы там, где мы есть. Да, к сожалению. Да, да. Мистер Секс, 300 рублей, знакомы ли гости с сообществом ой, я даже не знаю, я боюсь произнести что-то запретное, какое-то СМП, и знаешь ли ты пасту, а ты, милый, выглядишь очень эффектно, или я, СМП, не знаю, что такое. Я не знаю, о чем идет речь. Я тоже не знаю, но, видимо, какие-то уже, не знаю, лампач, 300 рублей, красивая, будешь в Беларуси, напиши, он сегодня унимается. Юля, 300 рублей, она такая красивая, написала, хочется, просто захотела сделать комплимент. Спасибо, Майсель. Спасибо. Так, по поводу донатов, сейчас я проверю, по-моему, они уже закончились, мы даже больше, видишь, мы полтора часа уже на связи, а я изначально даже меньше планировал. Ну, хорошо идет, да, пока? Ну, главное, чтобы народу заходило. Я-то, в принципе, ну, был готов. Так, погоди, вот еще донатик прилетел. Я перефразирую немного вопросов. Ты, кстати, в курсе, что водители буханок востребованы в наше время? Да, поэтому мне было довольно сложно достать этот автомобиль в хорошее состояние. Тати, я когда ехал на юг, я обалдел. Короче, ехала буханка, и она мой мустанг перегоняла постоянно по левому ряду, я просто не мог никак с ней справиться. Возможно, он уже поставил вот этот мужик, который на ней ехал туда, японский какой-нибудь мотор. Ребята, ну что ж, по с донатом тогда закончим на сегодня. И если есть какие-то вопросы с чата, так сказать, малюток, у которых нет финансовых возможностей что-то спросить, задобрить, да, то спрашивайте, я переадресую вопрос гостю, только, гости, только не, это самое, не какой-то, не какие-то пошлости, оскорбления. И, да. Так, по поводу, вижу вопрос OnlyFans и Boosty, ну ты сказала, что больше не ведешь их или что-то все-таки есть? Да, потому что, ну, я стараюсь не нарушать законодательство Российской Федерации. Вообще, прошлое как-то в этом плане давит, ну типа, то, что нет сожаления какого-то о том, что вот было. Типа, в прошлое смысле. Ну там то, что вот был OnlyFans, там. Ну, сейчас же его нет, это главное. Вот. Так. Сейчас спамят, спамят, надо что-то. Побрилась либо ты на лысо за 2 миллиона рублей? Нет, не побрилась бы. Это слишком мало. Так, там вопрос про Панина раскрывают, но я все равно не понимаю, в чем он, чувак, ты просто... Так, по поводу Мурка уже сто раз отвечали. Как оцениваешь Камола, вот этот друг Мурка? Нравится ли он тебе как мужчина? Камол? Камол. Ну это не прикол, у него реально есть друг, которого зовут Камол. Ну скорее всего, это производная от фамилии. Ну да, я знаю. Ну, как я оценил, обычный мужик. Угу. Кув. Это парик, и почему такой цвет волос? Кстати, да, волосы прям хорошо выглядят. это не настоящие или как вообще? Настоящие, свои. Прям растут из головы. Неожиданно, да? Ну, блин, да, а то долго на такую прическу приплес времени потратить? Ну, приблизительно три года, наверное. Вот. И то я еще отстригл очень много. У меня сейчас они, наверное, до пояса были бы. Смотришь ли ты аниме? Нет. Единственное аниме, которое я смотрела, это тетрадь смерти. Если бы у тебя была тетрадь смерти, ты кого бы вписал туда? Одного человека можно только. Я думаю, я не могу говорить об этом. Он политик? Нет. Ладно. Как относишься к папичу? Как к мужчине, как к стримеру? Давай сразу разделим вопрос. Папич? Мне очень нравится. Папич классный. И как стример, и как мужик? Ну да, он классный. Ну, если бы он, например, при... Ну, сейчас это, конечно, нереализуемо, но тем не менее, да, в других каких-то обстоятельствах он пригласил к себе в Венецию, тебя на романтический ужин за чашечкой чая и нацом, ты бы согласилась. Конечно. Интересно было бы узнать его мнение по этому поводу. Давай не будем скрывать, как бы, и ты тоже бы согласился. Кто бы не согласился? Поехать. Папич, да, согласен. Согласен. Мне бы даже было все равно, что бы там произошло. Не мучает ли геморрой? Это мне вопрос. Да, мне его и так постоянно задают. Ответ с моей стороны известен. У меня нет геморроя. И никогда не было, и никогда не будет. А с чего он у меня должен появиться? Ну, стримеры сидят много. Ну, я сижу на стуле обычно. Ну, естественно, я тоже, но... Но... Кто больше нравится, кошки или собаки? Кошки. Нравится ли гость и автомобиль Москвич-3 и вообще китайский автопром? Да нет, это же типа... Это же... не знаю, херня какая-то. Разве нет? Не знаю. Просто перелепили шильдики и все. То ли дело буханка. Ну да, да. Нет, буханка тоже как бы такой автомобиль. Как относишься к налаживанию отношений с Африкой и к тому, что вот афророссияне будут, я так понимаю, в результате одностороннего обмена их количество вырастет и соответственно вот эта позиция на межнациональные семьи, она очень сейчас продвигается. Как к этому отношишься? Можешь себе представить мужа африканца? У себя имею в виду. Не знаю, я никогда об этом не задумывался, но отношусь положительно к этому, к этой ситуации. да-да-да. Что о Куплинове думаешь? Ну, хочется его обнять, конечно, покрепче. Как медвежоночка? Да. Когда-нибудь случайно пукало на стримах? Нет, никогда. А давай, знаешь, вот вопросы из чата мы будем отвечать вдвоем на них, то есть вот типа пукал ты на стриме когда-нибудь? Да. Да. И не раз, и не два, и не три. Скорее счет идет на сотни, но я всегда выключал микрофон. Ну, может быть, пару раз не успел или забыл или просто думал, что обойдется, но было-было. Хорошо. какие ганеры эротического кино нравятся? То есть, там, ну, типа, смотрят что-то определенное? Да я не смотрю такие вещи, не знаю, неинтересно мне. Понятно. Понятно. Считаешь ли ты авторшу Гарри Поттера трансфобкой за ее заявление? Нет. Какой ММР в Доте? Я не играю в Доту. Ты никогда не играл? Ну, меня заставили один раз. Вот. У меня где-то полчаса, наверное, в Доте есть. Ну, а в целом никогда, ну, никогда не тянул, не понравилось тебе, короче, говорят, если какие-то там друзья там попросят, посаппортить, там, ворды. Я ничего не понимаю о том, что происходит в этой Доте. Я понимаю. Типа кто скажет про Дашу Корейку, тоже довольно известного персонажа. Ну, что могу сказать? Скажи что-нибудь. Да ничего, не могу сказать. Типа понимаю. По поводу волос очень много тоже вопросов, очень сильно всех волнуют волосы. Ты, ну, там, я не знаю, сбриваешь их, может, лазерная какая-то эпиляция, или они где-то есть у тебя, там, не знаю, там, грудь волосатая, или что-то. Нет, у меня нет волос на теле. Нет, Вообще. А каким образом? У меня волосы на голове, то есть, ну, вот. Все остальное забревается, или какой-то другой способ? Ну, не знаю, я просто хочу, я, если честно, меня бесит волосы на теле, потому что у меня такая хрень, у меня, ну, есть заболевание, из-за которого у меня постоянно воспаляются властьные луковицы, то есть, такое неприятно, вот у меня даже сейчас вот здесь вот где-то болячка, воспаление очередное, и у меня, ну, прям реально беда с этим. И я думал, удалить все волосы, вот я хочу понять, каким способом это лучше все сделать. Ты что-нибудь можешь порекомендовать? Ну, можешь попробовать лазерную эпиляцию, к примеру. Она не очень болезненная? Нет, она безболезненная. да. Так, как относится к Познякову? Эх, подсечка была легендарной, конечно. Не понимаю. Так, сейчас что-нибудь еще интересное. Ведьмака 3 играла когда-нибудь? Нет, никогда. То есть, ты вообще не геймерша, типа, не особо. просто много вопросов про игры разные, но я так понимаю. Ну, мне просто не нравится Ведьмак, знаешь, не зашло как-то, вот. Типа, я очень долгое время играл в Kingdom Come. А твоя любимая игра вообще какая? Red Dead Redemption 2. Окей, и что особенно как бы в этой игре привлекает? Да все, она просто офигенская, не знаю. Арткинтым кам, кроме названия, конечно. Ну, реалистичность, как бы. Понимаем. Так, ладно, на готику, готику нельзя забыть, ты проходила, может быть, там, первую, вторую, третью готику. Это важно. Нет. Тыдно. Тыдно. Слушай, такое обязательно надо восполнить этот пробел. ты рад, что в твоей жизни поелось готиком? Посмотри на меня, я счастлив. Да. Именно так и выглядит счастье. Так как оно должно выглядеть. Так как ты, я не понял, но я доволен, я доволен. Я доволен. Друзья мои, мне понравилось. Это намного лучше, чем за 600 тысяч играть в какую-то, какую-то якуду, что мне там приходится делать. Поэтому да, да, готика это, ну, на самом деле очень такая игра, которая по-другому заставляет взглянуть на многие вещи в плане того, что ты вообще знаешь о видеоиграх в целом. Там очень прикольная прогрессия, очень насыщенный мир. И, ну, я бы рекомендовал все-таки, наверное, вторую. И мне кажется, лучше без DLC, без Ночи Ворона для первого раза. Ну, это такое, мое впечатление. ноль. За вторую, по-моему. За первую, типа, 500 тысяч, но она мне понравилась, я решил пройти все. В этом мире не все покупается, понимаешь, и продается. За что-то, да, я готов взять деньги, но некоторые вещи мне нравятся абсолютно искренне. Так же, как тебе, диплодокус. я имею в виду динозавр. Боюсь. Так, сейчас, сейчас. Так, ребята, все, мы потихоньку заканчиваем. Я добиваю донаты тогда, и, соответственно, больше вопросов уже не надо скидывать, потому что уже второй час пошел, я уже, мне кажется, повторяться начинаем. Итак, грязный Гарри, каталась ли гостья на паровозе? Как ей вообще паровоз? Паровоз, я не знаю. я не знаю. Я думаю, он имеет в виду сексуальный термин, когда видела как раз с дедами видос, где они штабелями лежат и как бы едут на паровозе. Нет. Не было такого. Нет, я не знаю, о чем. Да это не я, это донатер. Грязный Гарри написано. Можете перемотать, этот донат реально был, я его не придумал. Меня вообще такая тема абсолютно не интересует. Почему? Я наоборот хочу перейти на семейный стыд. Почему я не хочу кататься на паровозе? Нет, почему ты об этом знаешь, а я нет. Скинешь ссылку? Нет, потому что он написал, я просто донат до конца не дочитал, чтобы пошлять, скатываться. Тут написано, каталась ли гостья на паровозе, это предусмотрительный знак. Дальше написано, как ей вообще паровозик, сзади друг, спереди друг. И тут я понял, о чем речь. А-а-а. Не. Но я не стал этого зачитывать, но теперь мне пришлось, так сказать, объясниться, чтобы, ну, ко мне не было лишних вопросов. А по поводу дедов, ну, я не помню, как этот сайт назывался, это один из известных мемов интернета, как ГАЦ, вот это вот, ну, ГАЦ, ты знаешь, наверное? Нет, не знаю. Ну, это я вижу прошаренный вообще во всякой такой теме. Интересно. Молодежь вообще ничего не знает. Так. А, ты показываешь, а, вот это? Вот это, наверное, знаешь, великий клон, 300 рублей. Гилти, ты клевая, забей на этого пожилого скуфидона семенина столько сочных молодых кунчиков вокруг, приезжай в Тюмень. Смотри, куда только, может быть, какие-нибудь стендапы, а? Поездишь по России на Буханке, выступления какие-нибудь? У тебя вообще как вот с чувством юмора? Ну, раз были какие-то обзоры? Да. Я не знаю, мне, наверное, сложно оценивать свои чувства юмора. Это, скорее, аудитория должна оценивать. Ну, ладно. Так, ну, то есть, стендапов не ждать. Наверное, нет. 300 рублей. Эх, как же хочется, ой, господи, тут какой-то опять, давайте. короче, как он хочет, да он хочет, там, лизать, и на коленях стоять, какие-то прикки выполнять, но это дурачок какой-то, он, я так понял, я, ну, он, короче, я его даже знаю, он мне помогал одно время, с онлайн-играми, я не знаю, у каждого свои, видишь, какие-то. Вообще, вообще это интересно, то, что ты так много всего знаешь, типа, такие жанры, какие-то видосы там смотрел, плюс у тебя знакомые, какие-то специфические, это так, на что нам, погодите, интригующе, интригующе. Я даже однажды стоял с Панином на расстоянии, вытянутые руки, и не горжусь этим. Было и было, ты сегодня тоже что-то такое говорила. Да, хорошо, что ты не ноги, да. Ну, не ноги, да. Буханщик, 300 рублей. Желаю гостя найти настоящего мужчину, который сможет поработать над ее буханкой. Такие вот приятные пожелания из донатов. А на нем 300 рублей. Панин, опять Панин, да что ж такое, когда был с мужиком, в соло, не стал с ним заниматься любовью, потому что он и я. В компании, где несколько человек и девушки, и мужчины без проблем занимался сексом. И так далее. Евгения тоже. Би, хочу узнать, в чем разница. Он реально хочет узнать. Это второй его донат, он еще спамил в чат. Он озабочен этим вопросом. Ответь, хочешь что-нибудь? Не знаю, идиотизм какой-то. Можно скиднуть этот донат? Я согласен, абсолютно, но он опять придет. Пенелопа, Галоген. Знакомы ли гости с российскими дрэго-артистами, такими как Ники Джем, Пенелопа Галоген, Зазан, Наполи? И пыталась ли она участвовать в этой тусовке в клубе «Центральная станция», например? Кстати, интересно, как сейчас вообще в России нет ли каких-то гонений на трависти-шоу, на это все. Но ты знаешь, кто это такие в «Центральную станцию»? Ну да, я знаю, но я оттуда никого не знаю и никогда там не участвовал и не хотел участвовать. Никогда такого не прилегало. Ну да, я просто представил себе образ такой дрэг-квин или как это называется, где ну ты поняла, такой гипертрофированный он и в принципе мне кажется это немного не то. Есть вообще желание что-то рассказать от себя, может? Ну я не знаю, просто вот осталось буквально там семь минут у нас с тобой. Может ты ждала какого-то вопроса, а я его не задал или хотел с чем-то поделиться или еще что-то? Да вроде нет, прикольно пообщались. Хорошо, хорошо, ну то есть сейчас ты, я так понимаю, стримишь на Твиче, поэтому те, кому интересно, могут всегда перейти там на канал и соответственно посмотреть, как буханка поживает там и так далее и там подобное. Только довольно редко мы с тобой общаемся, получается. Последний раз был полтора года назад. Ну в следующий раз, ну это нормально, смотри, то есть полтора года назад, ты даже запомнила, ну типа обзорщик Диплодокус, который обозревал индийские фильмы, он уже был не актуален и начиналось новое, там, грубо говоря, глава в твоей жизни, тогда еще не было такого, ну, распространения в интернете, миметичного, да, как сейчас, в каком-то смысле. Сейчас вот есть определенная уже популярность, дальше еще что-то будет, может быть, в следующий раз, когда мы увидимся, ты уже будешь там замужем за Панином, к примеру, или еще какой-то поворот произойдет, там 10 тысяч зрителей, там, какой-нибудь богатый дед все-таки купится, умрет и оставит тебе наследство. Всякое может произойти, и мы это обсудим, а так, в общем и целом-то, ну, я думаю, что наши жанры, так сказать, они слабо пересекаются в плане, там, стриминга и всего остального, то есть, как там, позвать на интервьюху, это всегда пожалуйста, но не чаще раза в год, потому что иначе из пустого в порожнее опять перетирать то, что уже, ну, опять там про ангину, там, и так далее, то есть, это и все, и в прошлый раз был, поэтому, как бы, копим события, и может, еще как-нибудь сколлаборируем, вот, так, в принципе, интернет, это вещи прекрасные, как Twitch, в том плане, что можно, например, всегда залететь на стрим, это тот же Дундук, я уверен, он с удовольствием возьмет тебя в рейд, куда-нибудь на развязку, да, конечно, коня, конец, вот, так, то, желаю удачи в творческих начинаниях, чтобы Буханка поехала, чтобы мы увидели контент с этим связанным, ну, ты подписывайся, заходи ко мне иногда, буду рад тебя видеть, не, подписываться не буду, но, если увижу что-то интересное, что действительно, мотор уже стоит, автомат переключает, то, конечно, тут сомнений нет, это же всегда интересно, ну, и на, во время поездки, на самом деле, не так много людей на отвече генерируют что-то действительно любопытное, на что было бы интересно залипнуть, типа, вот, а и мне кажется, если действительно реализовать вот эту идею, там, с путешествием, вот, то это будет довольно занимательно, так что, ну, держи краба, так сказать, спасибо, что пришла, на стрим, так сказать. Спасибо, что позвал. Да, не за что, не за что, да, не за что. Хорошего вечера и до свидания. Давай, пока.